Судью Владимира Трофимова и членов его семьи убили и обезглавили в декабре прошлого года. Практически месяц никаких подробностей в ходе расследования правоохранители не разглашали. Следствие рассматривало несколько версий преступления. Сегодня рапортуют, осталось только две. Ритуальное убийство и причастность к расправе близких или знакомых не подтвердились. Все-таки из двух версий больше будет працювать и больше будет подтверждаться версия убийства скояна с метою завладения майном потерпелих. И еще есть вопрос до версии, которая не полностью отработана, что этот преступление скояный не в связи с профессиональной деятельностью. Вы знаете, такая версия была, и мы ее залишаем в рабочем стане. В прокуратуре главной и наиболее вероятной версией теперь называют убийство радиограбления. Из квартиры Трофимова действительно исчезла часть его коллекции. Преимущественно редкие монеты. Но сколько стоили эти раритеты, не говорят. Найти преступника в милиции пока не удается. Улик практически нет. Убийцы заклеили объектив камеры наблюдения в подъезде судьи и стерли все свои следы на месте преступления. Только допытанных людей было больше 15 тысяч. Частина, фактически половина, отработанных этих допытанных, это особи, ранее засудженые. Больше 5 тысяч отработанных людей, которые с разными психическими заболеваниями стоят на облику. Правоохранители утверждают, перед убийством судью и его родственников не пытали. Но как именно убивали, до сих пор не установлено. Предварительные выводы экспертов – люди умерли от большой потери крови. Головы всем, кроме сына Трофимова, отрезали посмертно. Сегодня правоохранители впервые официально подтвердили. В квартире судей нашли следы пороха. Поэтому, возможно, жертв застрелили. Злочинцы имели с собой огнепарную оружие. И поэтому одна из версий, почему трупы обезголовлены, это то, что они забраны. Там могут находиться следы тех пуль, которые остались в головах. Это еще спонукает нас на то, что эта оружие могла быть задеяна раньше. И поэтому, как раз, чтобы не могли бы идти инфеку, такое исполнение. Со дня убийства прошел почти месяц. Под домом, где устроили кровавую расправу, до сих пор дежурит милиция. Обезглавленную семью Трофимовых так и не похоронили. Тела еще нужны для дополнительных экспертиз. А их уже провели около двух с половиной сотен. Поэтому друзья и знакомые кладут букеты цветов не на могилы, а просто у подъезда.